Девушки отдыхают Ну что ж, интеллектуальное казино против знатоков Я все-таки не могу понять, зачем вы сказали мне красную шапку Я бы хотел воспользоваться случаем, что вы вышли В прошлый раз вы мне сказали, что на халяву мне больше книг не видать Правда, вы при этом не знали сами, сколько стоит почтовая карточка В этой связи я вам хочу дать три почтовые карточки Первая уже запомнил А вы знаете, сколько стоит время, которое вы сейчас берете? Да, знаю Первая, это интересная для вас книга Эта книга называется «Диалектика справедливости» Это однотонно Если вы хотите ознакомиться подробнее с этой проблемой То вторая книга «Справедливость что?» «Справедливость где?» «Справедливость когда?» Ну а третья, вы можете подписаться на любую книгу из черных кнопок Я сейчас проиллюстрирую речь господина Борщевского О справедливости Итак На кону мы знаем 5 миллионов Так Господа, вы, конечно, знаете Василий Борщевский, а вы знаете, что такое китайская стратагема? Нет Вот, видите А еще говорит о справедливости Итак Китайская стратагема, коротко Это какой-то такой вот прием Такая ловушка Такой метод Посредством которого один может победить, побороться с другим Это может быть государство против государства Китайские стратагемы используют и дипломаты, и военачальники И простые люди в своих житейских делах Говорят, что стратагем всего 36 И человек не может придумать 37 То есть он, все, что бы мы ни делали, все укладывается в эти 36 китайских стратагем Каждая стратагема имеет свое название Внимание, вопрос Прошу вас Быстрее Я сказал Что китайская стратагема может быть использована в бытовых делах Сейчас против меня играет господин Капустин Вот для вас три помидора А это для правильного ответа, господин Капустин Это помидор мой Итак Вы должны После одной минуты на обсуждение Разрезать помидор Но не на тарелке А на весу На руке Разрезать таким образом Как велит нам Китайская стратагема номер 18 Которая гласит Для того, чтобы Вы потеряли помидор Для того, чтобы Уничтожить Банду Нужно сначала Обезглавить Руководителя Время Самый большой Зеленый хвостик Первая мысль Это руководителя Это банда Нет, вырезать резинку Выделенную часть Отдать руководителю У него возникнет Его же надо разрезать Помидор съедает Эту штуку вырезаешь Ну что, чтобы Уничтожить Центр весь вырезать Вот этот вот хвостик Зеленый вырезать Нет, не хвостик Нет, вырезать центр Кто такой руководитель помидора Вот давайте Не важно Кто так У помидора Одна выделенная часть Я могу заменить слово Руководитель Главарем Главарем Мы вырезаем эту А дальше режем на пять частей Зачем? А дальше Чего делать не надо Надо, надо Надо, надо Он должен Не важно Он должен распасться Люди Да, да, да Вот в том-то же трюк Принципиально Насколько честен Он на руке Он опять Ну на шест Ну вот так Смотри, Леша Леша Чтобы он развалился А средина осталась Да Отделить средину От всей части Да Вынимай середину А ну выпадет А ну распадется Поверну что бытик Ситуация такая Итак, я буду Вы в виде исключения Можете передать Ответ господину Рубину У меня такое впечатление Что он вообще все знает Помидор жалко Жалко помидор Прошу вас Я буду резать И комментировать Пытаясь выделить Из банды главаря Я пытаюсь Вырезать средину Так Причем пытаясь Вырезать так Чтобы она не Соприкасалась С остальным помидором То есть С членами Банды Дальше мы Разрезаем Помидор Ой Он уже начал падать Это не запрограммировано И вынимаю эту средину Помидор Разваливается Не весь помидор У вас кое-что упало А теперь Кто украл мой ножик Главарь И вырезать Главаря То же самое Один кодлям Принцип тоже Это то же самое Какая разница И точно так же он у вас выпал Господи Вам пришлось вытаскивать У меня он выпал раньше Конечно И жидкие аплодисменты Выборец Борщевский Господин Капустин Только ради того Обстоятельства Что вы угробили Простой вопрос С красной шапочкой Я дарю вам Эту победу Итак Счет 2-1 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому